всем привет друзья вы на канале бэдбум и здесь мы рассказываем интересные истории из мира спорта не забывайте подписываться поставить лайк этому видео а мы начинаем серхио рамос это футболист который не идет на уступки не только в обороне но и в характере они примиримости бывшего капитана реала ходят легенды он не щадил никого не своих не чужих испанец легко мог обматерить своих бывших одноклубников хоккемии де гор не дадут соврать за небольшую стычку на тренировке он мог обозленно запулить мечом в обидчика или даже плюнуть соперника но пожалуй больше всего от токсичного характера легенды мадрида пострадал президент реала флорентины перес сегодня я расскажу вам историю серхио рамоса поехали короткая справка серхио рамос гарси родился 30 марта 86 года в городе камос провинции севилья в детстве паренек даже не грезила футболе мечтала кориде триадорами правда могут стать только самые темпераментные ребята поэтому футбол попал поздно возрасте 15 лет рамос прибыл на просмотр футбольный клуб севилью где был зачислен в юношескую команду а 1 февраля 2004 рамос уже дебютировал в примере в матче против депортива молодой талант ярко проявил себя и в конце сезона был признан игроком открытием чемпионата испании но конечно вся карьера рамоса ассоциируется с другим клубом с мадридским реалом летом 2005 года руководство сливочных приобрело 19-летнего защитника за кругленькую сумму 27 миллионов евро вот так из грязи матадорских арен в князи ну а если по-испански то и вовсе в короли сам рамоса трансфере мечты сказал следующее у меня с собой в сумке были туалетные принадлежности и бутсы поскольку обычно сборной проводишь тренировку играешь матч и возвращаешься домой и так получилось что в тот день я не поехал я подписал контракт в 23 30 знаю что трансферное окно закрывается в полночь просыпаешься игроком севильи а ложишься спать футболистом великого мадридского реала за одну ночь мир переворачивается с ног на голову карьера рамоса в реале не сразу сложилось успешно вначале он играл правого защитника и полузащитника был замечен в опорной зоне но он сальгады или дельбоски ему стать было не суждено конце концов он нашел свое главное амплуа центральный защитник стал момента карьера пошла вверх и спустя некоторое время исключительный менталитет огненный настрой и неиссякаемый заряд энергии помогли рамосу сесть на железный трон примере в капитанскую повязку королевского клуба я не буду долго описывать его клубные достижения вы и так все знаете без меня за всю свою сливочную карьеру защитник и капитан великого реала выиграл 18 трофеев ну что тут скажешь рамос самый успешный капитан реал мадрида за всю историю нам интересно раскрыть его с другой стороны дело в том что серфио крайне неуступчивый и грубый игрок для характер у него не сахар об этом знают все футболисты которые попадали под этот испанский каток но доставалось не только игрокам впервые рамос ярко продемонстрировал свой характер из-за мауриньо жузе известный своим непростым нравом превратил раздевалку реалов полигон для психологических диверсий стравливал игроков друг с другом сажал легенд вроде кассилиса на лавку из-за подозрений в сливе информации а осенью 12 года тренер наехал на своем автобусе на озеро и рамоса за то что первый вел активную ночную жизнь а второй старательно его выгораживал издание марка раскрыла что весной 13 года лидеры реала встретились с пересом и поставили ему ультиматум решающее слово произнес рамос в реале останемся либо мы либо мауриньо заметка спровоцировала скандал перес даже созвал пресс-конференцию чтобы опровергнуть эту информацию но главный редактор марки оскар компильо подтвердил подлинность инсайда и подчеркнул что газета не отказывается от своих слов слухи слухами но летом португальские специалисты реал расстались по обоюдному согласию сторон не факт что слова рамоса имели большой вес ведь жазы сам загнал себя в безвыходное положение но для сми это выглядело именно так все та же марка написала что на прощание мауриньо посоветовал избавиться от главных ингредиентов мадридской поэльи кассилиса и рамоса жозе не скрывал они обладают слишком большой властью понимают это они создадут вам проблемы в следующие полтора года перес на своей шкуре почувствовал как был прав экс-тренер реала влияние босса мадридской мафии рамоса быстро росло сначала он открыто выступил против назначения антонио конте чем взбесил переса дальше больше в мае 14 года рамос забил гол вписавший его в историю финале лиги чемпионов против атлетика на 93 минуте при счете 01 реал выиграл десятый кубок чемпионов а рамос справедливо ожидал новый контракт но флорентина перес решила ответить рамосу мол ты просишь новое соглашение но просишь без уважения к маю 15 года рамос так и не дождался нового контракта зато получил предложение из англии от красных дьяволов юнайтед собирал новую команду под ван гала и не жалел денег рамосу предложили 10 миллионов евро в год при 6 7 миллионах в реале дальше была короткая встреча с директором реала хусе ангелем санчесом и о решении рамоса узнала верхушка реала в тот же день капитана президент созвонились разговор был вовсе не сливочным перес сказал что абсолютно точно не отпустит серфио и попросил рамоса не говорить публичное желание уйти логика понятна потери серфио было бы большим ударом по статусу флорентина по итогам звонка стороны ни к чему не пришли на следующий день испанские медиа буквально накинулись на звезду фурии роха заголовки были один хлеще другого рамос продажный капитан серфио уже считает деньги и страшный сон болельщиков серфио рамоса ждут в барселоне здесь пожалуй надо дать небольшое пояснение многие считают что все мадридские медиа безоговорочно поддерживают реал это так но как говорится есть нюанс марка считается более-менее нейтральной однако есть еще десяток более мелких газет радио и телеканалов многие из которых аффилировано с лорентина пересом и транслируют удобную ему позицию конфликт бушевал все лето и закончился также внезапно как и начался конце августа 15 года реал подписал с рамосом новый пятилетний контракт перес оценил риски и полностью уступил капитан и отвалил ему 12 миллионов евро в год несмотря на это отношения оказались безнадежно испорчены внешне стороны сохраняли нейтралитет но внутри атмосфера накалилась и в конце марта 2019 случился настоящий пожар в одной восьмой лиге чемпионов реал приехал в гости к аякцию победил 21 в первом стыковом матче игроки ошибочно решили что трибуны бернабео помогут им без проблем разобрать малышей тенхага в ответке так подумал и рамос на 89 минуте встречи на йохан кроев арене он получил желтую карточку третью в этой лиге чемпионов и автоматическую дисквалификацию на следующий матч поединок в испании вы прекрасно помните а яс просто разнес реал со счетом 41 и вышел в четвертьфинал после этого унизительного поражения в раздевалку реала ворвался разгневанный флорентина перес досталось абсолютно всем и сильнее всего парню который отчаянно выбивал гигантский контракт а в решающий момент зависал на трибуне сначала президент отчитал игроков за без инициативность лень и равнодушие за товарищей вступился капитан рамос он упрекнул пересов слабой трансферной компании и отдельно напомнил флорентина так и не купил замену покинувшему клуб межсезонье роналду на это перес ясно ответил ты уволен рамос стал позу заплати мне я уйду и добавил я отдал все я дрался за эти цвета за клуб и даже за тебя к мою ситуация не изменилась по информации издания марку серхио по-прежнему злился на президента и не общался с ним рамос хотел уйти из реала и даже имел на руках щедрое предложение из китая но китайский клуб не хотел платить отступные а перес наотрез отказался отпускать кэпа бесплатно рамосу ничего больше не оставалось кроме как дождаться окончания контракта и уйти как свободный агент примерно тогда же всплыл допинговый скандал согласно футбол ликс серхио рамос был замечен в приеме запрещенных препаратов сам игрок отрицал все обвинения но эта ситуация только подлила масло в огонь казалось реал сам сливает своего рулевого раздраженный президентом и медиа легендарный защитник испепелил железный трон на котором восседал 16 лет и укатил закат 8 июля 21 года парисен жермен объявил о переходе серхио рамоса в статусе свободного агента неприкасаемый серхио сразу стал гнуть пальцем рамос решил носить футболку с номером 4 аттила керрер который изначально владел номером покорно пошел на это уступив своему кумиру этот поступок точно не красит рамоса а вы как считаете напишите об этом в комментариях во время медицинского обследования перед переходом персонал отметил что тогдашний 35-летний игрок имел телосложения 25-летнего отличная реклама испанских курортов однако после же у рамоса не сложилось как у всех остальных звезд подписанных межсезонье серхио часто страдал от травм полученных ранее и в итоге покинул париж но самым удивительным в трансфере рамоса в пассаж было взаимодействие испанца с месси бывшие соперники по эль классика не смогли стать большими друзьями вспоминая старые обиды сентябре 23 игрок вернулся в севилью в статусе свободного агента дебют выпал на матч с барселоной и вышел неудачным защитник отличился голом своего рота и это определило результат встречи вот такой скандальный запомнилась великая карьера серхио рамоса а вы как относитесь к бывшему капитану сливочных как считаете сможет ли он дать что-то севильи на закате своей карьеры и продолжит ли он строить из себя главную звезду вечеринки пишите об этом в комментариях а также не забудьте подписаться на канал bad boom и поставить лайк этому видео а мы будем продолжать радовать вас новыми футбольными историями всем пока а